здравствуйте дорогие друзья это ответы на вопрос для библейского портала экзегет к нам поступил вопрос от одной женщины я бесплодна но хочу семью врачи сказали что я бесплодна теперь путь семейной жизни для меня закрыт дорогие друзья для ветхого завета конечно рождение детей было основной задачей женщины вообще основной задачей любого народа было увеличение его потомство чем больше людей будет в этой семье тем больше возможность какой-то социальной защиты этих людей в то время как новый завет конечно дает нам немножко другую цель вообще брака цель брака не в том чтобы рождать детей цель брака в том чтобы любить друг друга в том чтобы взрастить эту любовь к ближним и дети являются хорошим конечно подспорьем брака и плодом брака но не являются первостепенной обязанностью мужа и жены поэтому в нашем каноническом праве например не существует правила согласно которому неплодная женщина имеет точнее муж имеет право на развод если женщина бесплодна вопрос наверное заключается в следующем что при выборе вашего избранника и когда вы будете понимать что дело движется уже к заключению вашего брачного союза обозначить ему эту проблему представить вашему будущему мужу эту проблему и соответственно узнать согласен ли он на такой брак потому что для некоторых людей это принципиальная позиция и бесплодный брак или бездетный брак для них совершенно невозможен и сокрытием данного фактора вы сможете можете вынудить вашего молодого человека на недоверие впоследствии вам с другой же стороны у нас есть прекрасная возможность для бесплодных пар взять детей из детского дома сегодня это одна из важных социальных проблем нашей страны да и наверное мира в общем нашей страны в частности приходя в эти детские дома и видя этих замечательных детей которые решились родители без своей вины я думаю человек не имеющий возможность иметь своих детей очень захочет помочь этим людям тем самым на самом деле сделал большое дело для своего спасения ну а мы видим с вами множество примеров из ветхого завета и даже из нового завета когда бесплодная пара вдруг имела детей мы знаем даже с вами из врачебной практики когда человеку ставили бесплодие а через некоторое время рождался новый человек примером такого действия врачей или ошибки врачей являюсь даже ваш покорный слуга я моей матери ставили бесплодие но видите есть я и даже у меня есть брат все было нормально все было хорошо поэтому не отчаивайтесь не думайте о том что семейная жизнь не для вас семейная жизнь это прибежище человека от блудных помыслов блудных действий от греха это некая фабрика любви и семейная жизнь интересна сама по себе я желаю вам всего доброго и действительно обрести счастье храни вас господь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и